Всем доброе утро! Сегодня у меня повтор старой работы, которая уже, ну скажем так, ушла в архив и мне периодически приходится ее выполнять. Вот как это выглядит в предварительном виде. А работа эта связана с изготовлением вот таких вот бронзовых шайб, ну это проставочные шайбы. И эта работа я еще раз хочу показать, каким образом можно сэкономить материал. Но каждый раз, когда мне приходится эту работу выполнять, я применяю какие-то новые режимы, новый инструмент. И в этот раз не исключение, поэтому я решил все-таки еще раз сделать повтор. Ну и опять же, вот это вот видео, оно сейчас выйдет вверх. Не всем хочется рыться по плейлистам, проще посмотреть то, что лежит на поверхности. Поэтому еще раз я вам покажу, вы меня не ругайте за повторы. Я думаю, что хуже от этого никому не будет. Ну это сплав УЦС в диаметре 60 мм. Вылет я делал произвольно, все равно нужно будет за две установки обрабатывать. Выравниваю торец центрую. Смешка. Игра 7 на наверху. Игра 2 2 2 3 3 3 4 5 7 7. Игра 4. Игра 30 мм. Дорожный диаметр я протачу на обороты к 605, подача 0,13. Резец использует и 15К6. Сплав очень легко обрабатывается. Единственное его, в моем понимании, недостаток – это стружка, которая засыпает абсолютно все. Она очень мелкая, и поэтому потом убрать станок за один раз практически невозможно. Забивается практически во все щели. Продолжение следует... Вначале я прорезаю линейный размер и диаметр. Для этого я буду использовать быстрорежущую пластину R6-M5. Ширина режущей кромки, которая составляет 3,8 мм. То есть, как я и говорил, окончательный размер – 3,2 мм. Поэтому первое, что я делаю, это я привязываю резец к торцу, обороты снижая до 275 мм. И произвожу смещение на 7 мм. То есть, с учетом линейного размера – 3,2 мм. И ширина резца – 3,8 мм. Теперь необходимо привязать резец к наружному диаметру. Это у меня 59 мм. Все готово. И на механической подаче мне необходимо будет прорезать до диаметра 37 мм. Напомню, диаметр отверстий готового кольца 38,5 мм. То есть, шайбы я режу сразу в размер, линейный имеется в размер. Чтобы не тратить время на торцевание. И точно так же со следующей шайбой. Все, процесс пошел. Так, не хватило еще сделать одну шайбу. Сразу снимаю фаски по наружному диаметру. Сразу снимаю фаски по наружному диаметру. Необходимости выдвигать на всю длину абсолютно никакой нет. Центровочное отверстие, которое я в тот раз сделал, когда обрезал заготовку пополам. С биением может мне сыграть дурную службу. И чтобы не срезать торец этот, я беру центровку на 5 и попробую сейчас зацентровать заново в это же отверстие. Если не торопиться, то все должно получиться. Обороты 400 оставлю. Все получилось. Ну вот предварительная часть работы завершена. И сейчас начинается самое основное, то ради чего я вам все это и показываю. Я буду прорезать кольца для того, чтобы сохранить и не пустить стружку именно в среднюю часть заготовки. Для этого я буду использовать вот этот резец. То есть это та же самая быстроверящая пластина R6 M5, установленная вот в эту вот державку. То есть те люди, кто видели старое видео, все это, конечно, помню. Но в этот раз, как я уже и говорил, все время что-то приходится мне менять. И в этот раз не исключение, раз речь идет об экономии материала, то, соответственно, я постараюсь эту экономию сделать максимально прорежу без поджатия задним центром. Да, это риск, но я постараюсь быть аккуратным для того, чтобы не спускать стружку и не резать на короткие куски тот остаток, который я хочу сохранить. Чтобы резец не съезжал, я сделал вот такую проточку. То есть он встает сюда и уже никуда не сдвинется. Вылет большой, есть риск вибрации. Вылет большой, есть риск вибрации. Первое кольцо, все размер. Можно резать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Завершающий этап изготовления шайб – это снятие внутренних фасок. Здесь все элементарно. Я использую кулачки с двухмиллиметровой заточкой и внутреннюю резьбовую резьбу, чтобы не производить лишние переустановки шайбы. Продолжение следует... Заостряться на этом нет никакого смысла, поэтому эту работу я уже произведу за кадром. И в финале покажу результат своей экономии. И вот перед вами результат моего труда. А это... Результат моей экономии. Впечатляет, да? То есть в итоге я сэкономил 800 миллиметров кругляка диаметром 32 миллиметра. То есть это вот все могло уйти в стружку. И я всегда очень радуюсь этой экономией. А еще больше радуются люди, которые ко мне обращаются, когда необходимо что-то изготовить из этой самой бронзы. Она у меня есть. Ну, я надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится. Все, всем спасибо, всем удачи. Продолжение следует...